Около 35% россиян страдают ожирением. Это почти 50 миллионов человек. Неутешительную статистику приводят специалисты Национального центра эндокринологии Минздрава России. И нередко в решении этой проблемы им приходится прибегать к ранним мерам. О том, в каких случаях лишний вес приводит на операционный стол, расскажет Виталий Никулин. В это сложно поверить, но на фотографиях, которые нам показывает 53-летний Александр, он в 2010 году вес мужчины превышал 230 килограммов. У меня были весы до 230 килограмм. То есть я так мерился, мерился, метился. После приезда из Мексики они писали эррор, то есть ошибка. История ожирения Александра драматична. В 90-е занимался профессиональным спортом, играл в регби. В 20 получил перелом позвоночника. Врачи не верили, но он встал на ноги. Жить стал на полную катушку. В удовольствиях себе не отказывал, особенно в еде. Рассказывает, в год набирал по 10 кило. Продолжалось это все до того момента, пока я не узнал, что у меня есть образование надпочечника. И оно довольно крупное. То есть где-то более 12 сантиметров. Это вот есть, представляете, гонбольный мячик. И при таком весе нежелательно полосная операция. Сегодня Александр встречается со своим хирургом. Провести операцию смогли в Национальном центре эндопинологии. Вес пришлось для этого все же сбросить, рассказывает мужчина. От до 145. Но ниже этого порога похудеть самостоятельно было уже невозможно. Здесь мужчине и опухоль удалили, и бариатрию провели. Терять стал по 10 килограммов в месяц. Желудок из мешочка такого достаточно вместительного превращается в узкую трубку. Смешного размера. Но она наполняется быстро, подает сигнал сытости достаточно быстро. И дает пациенту, нашему, возможность останавливаться вовремя. Наедаться очень маленькими порциями. Однако врачи Национального эндокринологического центра стараются делать все возможное, чтобы проводить как можно меньше бариатрических вмешательств. Здесь проблему предпочитают решать комплексно. Хирурги и эндокринологи работают совместно с кардиологами, психотерапевтами, психологами, диетологами и гастроэнтерологами. Самая опасная, наверное, история, и то, что, почему любой пациент с ожирением всегда должен дойти до эндокринолога, это то, что за ожирением, которое сегодня стало тоже очень много, может скрываться исходно другое эндокринное заболевание, включая опухоли. Это пищеблок Национального центра эндокринологии. Кухонные столы не менее важны, чем столы операционные. Здесь готовят около 20 диетических столов. Практически каждому пациенту индивидуальный подход. Причем здесь одними из первых внедрили так называемое таблетированное питание. Здесь и готовят пищу, и распределяют ее вот под таким специальным термобоксом. Затем устанавливают на подоны в специальные контейнеры, и только после этого развозят и распределяют по отделениям. Один из новаторских методов центра – семейная терапия, когда основной пациент приходит, например, с родителями, или наоборот, с детьми. Проблема ожирения молодеет. Исследование центра среди первоклассников, проведенное под эгидой ВОЗ, показало, что 8% девочек и 10% мальчиков страдают ожирением. Среди взрослых ожирение почти у 35%. Мы говорим о том, чтобы придать этому заболеванию статус социально значимого заболевания. И тогда надеемся, что государственная поддержка станет максимально системной. В Центре лечения ожирения подчеркивают, какой бы метод терапии не применялся, главное – осознанное желание пациента менять свою жизнь. Александр Мельник похудел почти на 150 килограммов. Сегодня его напольные весы исправны и показывают цифру 93. Виталий Никулин, Самбел Агаян, Виктория Старостина, МИР24.